Продолжим грамматический разбор суры «Аль-Аликс» «Густа крови». На прошлом уроке, разбирая аят «Калля ла-илля ментахи ла-насфа'ам бин-на-си-а», мы остановились на словах бин-на-си-а. «Аль-ба» — это харфу «джарин» — предлог родительного падежа. «Мобнио аля касрин» с неизменяемым кончанием с касрин на конце. «Аль-наси» — это «исман маджрурум биль-бай» — поставленный харфом «бай» — состояние джар в родительном падеже. «Ва алямату джарии» — признак падежа джар в этом имени. «Аль-касрту злахрту аля ахрих» — явный каср на его конце. «Валь-джару вал-маджрурум» — предлог родительного падежа «бай» — поставленное им состояние джар в родительном падеже имя «Аль-наси-а», все это «мутаалликан биль-фяль и насфа'» — состоят в смысловой связке с глаголом «насфа'». Следующий аят — это «наусиятин казибатин хатая» — то есть «хотим его за лживый грешный хохол». «Наситин» — это «бадулин минин насиятин» — то есть заменительное приложение предыдущего имени «Аль-наси-а». То есть «бадулин накиратин мин ма'рифа» — как мы видим, здесь у нас имя в определенном состоянии «Аль-наси-а» было заменено, его заменили именно в неопределенном состоянии, в неопределенной форме «наусиятин» — без «Аль» в начале. То есть он говорит замена имени определенного состояния «наусиятин» — без «Аль» — это произошло, так как после имени «наусиятин» здесь приходит его описание, его определение «кайзибатин» и так далее. Аят уже дает новую пользу, однако Абу Ахьян, рахима Аллах, в своем тавсире «Аль-бахру» и «Махиту» не согласился с этим. То есть «раду Абн Ахьян, аль-замахшари, рахима Аллах, факал» — ибн Ахьян говорит, приверегая слова Аль-замахшари, опровергая сказанное автором книги Аль-Кашав, Аз-замахшари, ибн Ахьян, рахима Аллах, говорит, при замене имени в определенном состоянии, то есть Аль-Ма'рифа, имени в неопределенном состоянии, то есть Аль-Накира, не является условием наличия после имени в определенном состоянии определения, то есть описания, или скажем, описания. То есть «кайзибатин» в данном случае, оно не является условием. Это по мнению бастритской школы грамматики, как говорит Ибн Ахьян, в отличие от куфитской школы, которая считает наличие определения условием для этого. Итак «نصية» Это у нас «бадаль» замена-заменительное предложение для предыдущего слова «ннасия» «Ва падальюльмачрури мачруру месслю» А замена-заменительное предложение Поставлено в составе жарь имени Так же как и оно будет в составе жарь Родительного падежа Во аламоту жарье признак падежа жарь в этом имени Аль-каср то-захрируто в и akhirьяна касра на его конце Дальше ка-зибатына это «накталь наасия» Это «накт» определение описания слова «насия» У НАТУЛЬ МАДЖРУРИ МАДЖРУРУН МИСЛЮ НАТУЛЬ Цифра определения описания Описание поставлено со стенджер имени Так же как оно будет со стенджер родительным падежем У АЛАМУТУЖЕРИ признан падежер в этом имени АЛЬ КАСРТУ ЗАХРТУ АЛА АХРИРИХ ЯВНОЕ КАСРЫ НА ИГО КОНЦА АХАТАЯТНЯТУ НАС НАТУНУЦАНИН Второе НАТУЛЬ ОПРАДЛЕНИН ЛЯ СЛОВА НААСЫЯТНН И АРАБУ, ИГО АРАБ, ИГО ГРАМАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР ТОЧНО КОЙ ЖЕ КАК И ИГО ПЕРОГО НАТУ ОПРАДЛЕНИННО, ПОЭТОМУ НЕ БУДЕМ ВСЁ ЭТО ПОВТОРЯТЬ Следующий АТУЛЬ ЕДУ УНАДИЯХ ПУЮТ ОН ПОЗОВЕТ СВОЕ СБОРИЩЕ АЛЬ ФАУ ИСТИИНА ФИТН ХАРФА здесь обозначает возобновление нового предложения Возобновление предложения на новое предложение Или же можно сказать АЛЬ ФА УЛЬ АЛЬ ФАСИХАТЫ Или ФА, здесь это ФА, указывающий на то, что данное предложение является ответным предложением для скрытого условного предложения То есть так называемый АЛЬ МУФСИХАТУ АН ШАРТИН МУКОДРИН В обоих случаях АЛЬ ФА, это у нас ХАРФ АЛЬ ФАТИН ХАРФ С НЕИЗМЕНЯЕМОМ ОКОНЧАНИМ С ФАТХА НА КОНЦЕ Значит, значение в этом случае, во втором случае у нас будет То есть если он не остановится, будет продолжать своем куфре То пусть позовет свое сборище ПОВЕЛЕНИЕ ПРИКАЗА ГЛАГОЛ НАСТОЯЩЕ БУДУЩЕ ВРЕМЕНИ Поставлены частицы лам в состояние джазма Усеченное наклонение, усеченное состояние У АЛЬ МУТУ джазма и признак состояния джазма в этом глаголе Удаление слабой буквы на конце Удаленная буквы здесь это ВАУ ОДАММАТУ ЛБАКИ, это БААДА ХАТАТФИХА ДАЛЛЯТА АЛЕЙХА То есть огласовка дома, оставшаяся после удаления буквы ВАУ Указывает на то, что здесь удалили именно буквы ВАУ ОФАЛЬ УФАЛЬ, то есть действующее лицо данного глагола Это ДОМИРУН МУСТАТИРУН ФИИХИ ДжАВАЗАН Скрытые в нем в допустимой форме мисламения ТАКДИРУ ХУХУА Которые выражены мисламением ХУА ВАЛЬ ФИАЛЬУ МАА ФААЛИ Глагол ИДО со своим фаалем действующим лицом ХУА Все это ГЛАГОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИСТИНА ФИАТУН, возобновленное, новое предложение Или же, если согласно второму варианту АУДЖАВАБУ ШЕРТИН, ОГОЙРИ ДжАЗАМИН Или же ответное предложение для условной имени ИДА Которые не ставят глагол со стены ДжАЗАМ В обоих случаях мы скажем, что это предложение ЛАМАХАЛЛАХАМИНАЛ ИАРАБИ не имеет места в падеже ВАЛЛАХААЛЛАХАЛЛАХАМИНАЛ ИАРАБИ Остановимся на этом, продолжим Ища Аллах на следующем уроке ВАЛЛАХАЛЛАХАЛЛАХАМИНАЛ ВАЛЛАХАЛЛАХАМИНА Продолжение следует...